здоров братцы ну что крепыш атропуск knife 9хф сталь инструментальная легированная применяется ну а впрочем где она применяется вы можете сами посмотреть в интернете вся информация есть я не считаю нужным тратить свое время и ваша тоже как бы на пустые слова где эта сталь применяется сколько там хрома и сколько там чего вот в принципе вся информация есть в интернете можете зайти посмотреть как бы и она конечно и лучше усвоится если вы будете это читать они я вам буду пухтеть короче ножом этим я слегонца уже так сказать потрудился нож мне это определенно понравился ну давайте сейчас я наверное вам кое-что покажу всеми любимыми всем всеми любимые так скажем ваши тесты которые как бы ну в повседневной жизни нам могут где-то пригодится а потом мы с вами подведем какие-то итоги сделаем какие-то худо-бедно выводы ну и наверное что первое это на перерезание палки друзья думаю более чем достаточно да на тропуск на и все ссылки в описании под видео на их группу вконтакте на их сайт ничего зайдете посмотрите может быть себе выберите сейчас мы с вами это поделаем а потом я скажу вам все свои впечатления по поводу этого ножа ну как видите в принципе справляется он зачетно то есть тут каких-то нареканий но быть наверное не может деревьях мороженое на улице у нас минус 10 может и больше в принципе я уже как бы даже не знаю вот как по мне все эти тесты худо-бедно которые показываются в ютубе по большому счету они как бы короче кто во что гораздо тут тут то и лепит я в принципе конечно не претендую на последнее мнение но вот там подальше сделали я как бы на последнее мнение конечно не претендую но если же у нас так вот развитие ютуба в россии пошло стало на широкую ногу скажем так производства видео обзоров на всякие роды ножи то думаю что уже какие-то тесты определенные надо наверное как-то и регламентировать как-то организовываться и как-то что-то делать во первых все конечно же зависит от мнение людей сколько людей столько и мне то есть сами понимаете так ладно давайте наверно построгаем слегонца и мы из этого с вами сделаем зачетный колод ну да деревьях полутрухлявые уже полутрухлявые полумороженое походу это было осина когда-то в принципе в принципе уже сейчас после каких-то своих нехитрых работ с этим ножом я могу сделать какие-то определенные выводы если вдруг зрители моего канала там кто-то смотрит кто-то кому-то нравится кому-то не нравится кто-то ставит палец вниз кто-то ставит палец вверх это конечно дело ваше у кого-то по большей степени могут мои тесты не устраивать так предлагайте какие-то конструктивные тесты для этих на для ножей вообще какие бы вам хотелось видеть на том или ином канале вообще в целом как бы потому что как по моему скажем так скромному мнению в принципе ну вот этот нож всем он должен вообще справляться как столовой как вернее столова как допустим какой-то кухонник ну сами понимаете кухонники имеют другую геометрию совершенно то есть здесь пень замерз аж нож не втыкается здесь как бы говорить не приходится для каких-то легких скажем так нарезок на природе в принципе нож подойдет идеально то есть как бы здесь уже сами понимаете говорить не стоит вообще вот этот нож очень сделан выгодно как бы в этот раз от ропу скнаев хорошо постарались как бы и продумали все досконально то есть я вообще давно себе планировал подыскать что-то подобного рода такого труда ножичек хотелось мне соскать и спусками собственно говоря что здесь у нас и есть сведение сведения в ноль но подвод подвод вроде все таки есть вот столик 9хф в принципе стали неплохая при хорошей закалки как бы здесь у нас по моему 57 59 единиц честно сказать не помню посмотрите на сайте вот для этой стали здесь достаточно более-менее вернее более чем потому что на еще раз повторяюсь для каких-то определенных работ на природе выстрогать колышек там срезать какую-то веточку порезать яблочко огуречек там не знаю еще что-нибудь он подойдет идеально сами понимаете для батонинга это нож в принципе в принципе конечно использовать можно это можно поставить толстый пень сначала с одной стороны уколоть потом с другой стороны колоть 3 4 5 10 принципе с каким-то такого рода задачами он конечно же справится а вопрос такой надо ли нам она как бы вот не знаю каждого конечно ютубера ножевика свои предпочтения кто-то любит спуски от обуха кто-то любит там сканди кто-то любит вогнутые кто-то любит конвекс то ну короче кто что любит вообще я ну не знаю наверно да начиная уже с того года где-то середины почему-то заострил внимание вот именно на сканди спусках ну потому что как бы мне всегда нравились спуски но где-то от половины клинка прямые здесь принципе как бы сканди они к этому ближе и подходит вот вообще давайте так ладно буду с темы на тему прыгать постараюсь видосик сделать по максимуму коротеньким чтобы как бы время ваше не занимать вообще давно себе подыскил такой трудо нож такой небольшой как как бы вспомогательный то что чтобы он был постоянно кармане если допустим но я потом как-нибудь сделаю видос покажу ножи которые я люблю брать с собой в лес и для этого мне нужен был какой-то определенный маленький ножки какие-то ну скажем так таких мелких работ и чтобы здоровым мачета там кол не строгать как бы взял этот ножик застрогал что те надо допустим там надо эти сальцы порезать нездоровым там и цилим ты режешь этот кусочек сала а вот этим ножичком раз 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 порезал как приготовил весит он по моему 100 грамм опять же вся информация на сайте толщина у нас ну 2 наверное и 3 или 2 миллиметра но в принципе вполне достаточно как бы люки канализационные поддевать я не собираюсь вообще по хорошему счету по большому счету а еще раз повторюсь я в каждом видео это говорю и буду говорить то что такого рода ножи ну я не знаю если вы носите с собой какую-то 10 сумку то он в принципе идеально вам к ней подойдет то есть размер небольшой аккуратненькие ножны то есть ставили бросили забыли про него если вам понадобился где-то чтобы складник свой так сказать дорогущий дорогостоящий складник из какой-то премиум премиум стали грубо говоря не портить не забивать его какой-то жратвой там шашлыками помидорами еще чем-нибудь чтобы потом дома не разбирать не смазывать вот это самый оптимальный вариант рюкзачок достали на пикник пришли ножичек достали все он у вас скажем так в работе на рукояти орех орех вообще я так понял друзья это у меня вторая видать и рукоять с орехом я так понял что дерево то такое довольно таки имеет плотную структуру и вот к нему надо как-то подходить с точки зрения так сказать ухода за рукоятью с какой-то определенной не знаю каким-то определенным знанием почему потому что как бы он приехал весь масле до в первом видосе вы должны были это видеть там по моему льняным маслом он был немного вскрыт и теперь его сверху чем-то пропитать после льняного масла льняное масло конечно же не впиталось насквозь да но как бы верхний слой закрыл поры и вот теперь чем-то его грубо говоря обработать сверху будет очень сложновато потому что на это льняное масло уже как бы какая-то пропитка какой-то колер особо не ляжет но есть мне одна идейка хочу воплотить жизнь но это вообще отдельные видео вернее отдельная тема для видео то есть я постараюсь как бы в ближайшее время и сделать вам это показать то что как бы я хочу ну то что я придумал не знаю вот а так по большому счету конечно же орех рукоять довольно таки удобная даже для моей крупной ладони скажем так она сидит более чем то есть как бы если ножи с маленькими вернее с небольшим клинком и с маленькой рукоятью здесь же как бы все вы выверено ну не знаю как бы до мелочей не знаю под какую руку они этот на эти ножи вообще делали кто к себе ее примерял но скажу что вот эта моделька довольно таки удачная получилось вот задал я конечно вопрос константину сажену говорю а реально допустим сделать такой же нож ну скажем так и стали d2 и допустим с тем же самым же действием да конечно все реально но опять же говорит я стремлюсь к тому чтобы сделать скажем так хорошие дешевые рабочие ножи которые будут вас выручать любой ситуации а если горит делать из d2 же 10 там кайдек шмайдекс соответственно цена вырастет на эти ножи то есть а будет ли найдет ли как бы с этой ценовой политикой такого рода нож поклонников как бы очень сложно понять здесь но стоит сущие копейки я говорю там 1200 1300 что не помню опять же на сайт зайдите посмотреть то есть как бы ну я еще раз повторяю что такой нож в принципе не жалко подарить не жалко потерять и не жалко сломать если вдруг что-то произошло понимаете о чем я вот основная основные критерии по которым стоит себе выбирать но в целом не знаю что можно еще вам да тут даже и рабочий материал какой-то особенный найдешь давайте наверное давайте наверно эту палку которая не трухлявая потверже построгаем конечно же скандит спуске определенно предназначен для работы по дереву да не просто так их чухонцы придумали финн или кто там придумал я уж не буду вдаваться в подобные истории даже при такой длине клинка ее определенно достаточно для того чтобы сделать какой-то там не знаю ну опять же колышек сосиску насадить там воткнуть в землю там для удочки еще чего-то есть конечно поклонники кто любит маленькие ножи есть поклонники кто любит большие ножи но я считаю что такой нож как бы в принципе должен быть у вас наличие то есть идете вы за грибами самый оптимальный вариант чтобы с тобой зарубить сак опять не таскать грибки эти не подрезать вот оптимальный вариант взяли все карман не тянет на нужных у нас два удобных подвеса свободные если кто-то любит и жесткий если опять же кто-то любит как по мне так жесткий самый оптимальный вариант но свободный вот допустим будет удобен сейчас когда вас нож висит под если конечно у вас ремень не на куртку сверху про качество ножен в первом видосе я конечно уже говорил давайте еще раз заострю наверное это внимание кожа хорошего качества хорошо выделанная строчка ровная никаких нареканий хорошо прокрашена никаких нареканий проклепанная ничего нет то есть как вот допустим с тем ножом который был в проекте по кругу бушков многие застряли внимание на ножнах которые были сделаны более чем корял сейчас совершенно другой вообще вариант то есть как бы придраться здесь не к чему темлячное отверстие немаловажной роль играть я говорю что на такого рода ножах аутдорных темлячное отверстие должно быть по любому то есть без него некуда нужен ли здесь темляк ну лично при своих каких-то действиях я этот я не ведь темляка я здесь не вижу то есть мне он как бы не нужен то есть на верши рукоятью ты тут часть торчит довольно таки как бы хорошо из ножен ухватиться за ней рукой в принципе более чем удобно а если допустим с перчаткой какой-то допустим у такого плана тряпочной то как бы тоже если конечно перчатка вас будет по толще какая-то помощь или варежка туда за конечно хватится вы наверное не сможете так что не знаю ну вообще как как сказать то хотел я какие-то найти косячки вот в этом ноже хотел я к нему там придраться хотел я что-то там заострить внимание сказать а вот здесь то не так все не так друзья если честно то не могу во первых почему потому что еще раз повторяю что цена не то как за такую цену к ножу придираться вообще не стоит и плюс косяков то здесь нет совершенно то есть трубочки аккуратно развальцованы никаких щелей никаких зазоров все аккуратненько подогнано то есть фасочка снята посмотрите можно было просто тупо рукоять закруглить как бы и продавать за эти деньги но нет здесь даже фаска снята видите какая форма рукоять получается уже когда даже так вот глаз она радует то есть ножичек вполне подойдет себе как допустим какой-то такой незначительный презент просто так ради приличия приехали на какие-то там не знаю может на охоту может быть приехали там с друзьями на рыбалку может просто друзьям приехали и там товарищ допустим увлекается какими-то аудорными занятиями просто так вот недорогой подарочек все равно будет приятно по большому счету наверное добавить мне здесь про этот нож нечего повторюсь что какие-то кухонные тесты для этого ножа я ну не вижу если уж он может строгать палку и довольно таки вот так вот бодренько то с какими-то кухонными незначительными задачами конечно же он справится может быть конечно какую-то здравенную рыбину филе снять и не получится из-за длины клинка но что-то порезать что-то нарезать что-то вообще нож я вот как бы не люблю такие вот такого рода слова применять ну знаете как вот его можно назвать какой-то няшный то есть этот ножик у меня уже сколько там я не знаю неделю наверно да и вот у меня почему-то он постоянно как-то вот если я допустим приезжаю на дачу там или чучу у меня постоянно в кармане постоянно как-то я в руки то есть какая-то какая-то там незначительная работа допустим там пакет с углем вскрыть или еще что-то сразу этот нож у меня раз в руке и по и как бы я им этим занимаюсь конечно хотелось бы на этот нож кайдексовые ножны да еще есть пистолетные клипсы чтобы можно было цеплять на любой вид штанов там на шорты на что угодно то есть без ремня был вообще идеально но нет так нет ничего страшного размер ножа позволяет его просто тупо даже сунуть в карман главное просто не потерять где-то и не выронить его но я думаю если в лес пойдете я думаю скорее всего не забудьте повесить на ремень в остальном но больше добавить мне здесь нечего давайте наверно как всегда палец вверх кто не ставит тот вонючка за всем прощаюсь всем удачи всем пока